В Мурманской области стоят морозы. В последние дни в Заполярной столице температура воздуха держится на отметке в минус 20 градусов, в Лавозерском районе до минус 30. В такую погоду коммунальные службы и спасатели должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям. На случай ЧАЭС в нашем регионе сформирована резерв материальных ресурсов. Обогреватели, одеяло, постельное белье, одежда хранятся на складах в поселке Шонгуй. Также есть продовольственные запасы и резерв для ЖКХ. Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧАЭС в нашей области начали формировать в 2007 году. Тогда же приступили к первым закупкам обогревателей, тепловых пушек и средств первой необходимости для пострадавших. Здесь подушки, здесь у нас куртки лежат, здесь костюмы у нас. Одежда по сезонам и разных размеров, постельное белье, одеяло, раскладушки. Наименований в списке много, рассчитаны на 500 человек. Это нормы, прописанные в законе. В случае ЧАЭС большего масштаба регионы могут обратиться за помощью в федеральный центр. Резерв используется и достаточно часто на большие тренировки спасатели использовался и на всероссийскую тренировку. А так в Кузымине, в Печенском районе, в Алакурте использовался, в Териберке использовался. В 2009 году, когда в Териберке сгорела котельная, 400 квартир остались без тепла. Два года назад, в 20-ти градусный мороз, без отопления остались и жители села Алакурте. В обоих случаях людям выдавали обогреватели из резерва материальных ресурсов. Весной прошлого года, когда жители села Кузами остались без света в результате пожара на электростанции, пригодились переносные дизель-генераторы. Буквально за 10 минут компрессоры надувают медицинский модуль. Дизель-генераторы зажигают световую башню. В такой палатке, на случай ЧАЭС, медики смогут оказать первую помощь пострадавшим и неважно, какая на улице погода и время суток. Модуль обеспечивается умывальником, обогревом, электрическими лампами для освещения. Модуль предназначен для эксплуатации в наших условиях, непосредственно зимой, внутри утеплитель. К счастью, эта медицинская палатка нашими спасателями использовалась только на учениях. И большая часть материальных ресурсов в резерве правительства Мурманской области числится с отметкой «неиспользовано». И это главное, говорят спасатели. Между тем, в период резких похолоданий важна готовность всех служб на случай предупреждения и ликвидации возможных ЧАЭС.